Конкурс «Колесница Победы», в котором участвовали инвалиды-колясочники со всего Подмосковья, был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проводился при поддержке Министерства социального развития Московской области и проходил в арт-отеле, расположенном в живописном месте города Пушкино. Сюда съехались из 15 муниципалитетов члены региональной общественной организации инвалидов «Колесница». Мы хотим показать, что люди с инвалидностью и конкретно инвалиды-колясочники тоже интегрированы в современное общество и тоже, как и все, мы пытаются участвовать в этих процессах. Тем более, что у нас сейчас в сентябре, буквально 2-3 сентября, это День Победы во Второй мировой войне. Мы победили не только Великой Отечественной войне, но Советский Союз внес решающий вклад именно в разгром еще и милитаристской Японии. Мероприятие проводилось в нескольких номинациях, название которых характеризует направленность конкурса. О героях былых времен, лирика войны, гордость семьи. В номинации «Никто не забыт, ничто не забыто» были представлены презентации, посвященные жителям Подмосковья, героям Великой Отечественной войны. Скажите, пожалуйста, с чем вы сегодня выступаете? С презентацией о герое Советского Союза Куликове Федоре Алексеевиче. Это мой земляк, который прошел годы войны и потом трудился на предприятиях нашего города. Вам нравится этот конкурс? Да. А чем? Тем, что я могу рассказать людям о наших героях нашего района. От Щелкова в конкурсе приняла участие член общественной палаты советник главы городского округа Светлана Паршина. Ее литературная композиция посвящена трудному пути наших земляков-воинов-ополченцев, которые в июле 41-го года в составе батальона из 600 человек вместе с другими частями Красной Армии преградили путь немецко-фашистским захватчикам к Москве. Фашист настолько приближался близко к Москве, что деваться было некуда. И на фронт шли все, кто мог и не мог. В моей презентации есть такой четверостише об ополченцах. В очках, неуклюже, сутуловаты, в обмотках в крифе, пилотках в кость. Но всей душой они солдаты, коль в руки оружие взять пришлось. Конкурс «Колесница Победы», в котором принял участие каждый пятый из членов областной общественной организации инвалидов-колясочников, проходил на протяжении четырех дней. Все его участники были отмечены почетными дипломами и медицинскими сертификатами. Лучшее выступление будет удостоено особо ценного приза. Андрей Циходович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.